Молекулярное целевое программное обеспечение МЦПО Мы все знаем, что для управления полетом воздушного змея в небе используется шнур, а для самолета нужен пилот Мы также знаем, что есть роботы с дистанционным управлением, искусственные спутники Земли, мобильные телефоны и планы заселения космического пространства На что вы можете сказать, а почему бы и нет? Теперь я хочу рассказать вам о новейшей теории энергетической системы пространства-времени Это теория молекулярной транскрипционной резонансной системы, энергетической системы пространства-времени, суть которой заключается в следующем Даже если частицы движутся со скоростью света, то при условии их нахождения в мобильном режиме они обладают массой и создают силу взаимодействия При этом телекоммуникационная сеть, которая создается при вечном движении заряженных частиц пространства-времени, используется в качестве пути передачи информации Мы используем эту теорию при разработке соответствующего программного обеспечения, которое может использоваться любым человеком и успешно применяется в телемедицине Например, при загрузке МЦПО в компьютер или мобильный телефон, это программное обеспечение может использоваться в автономном режиме Более того, вы, ваш телефон, компьютер и старшая сестра могут быть соединены без проводов Вашей сестре не нужно программное обеспечение, а вы можете свободно передвигаться Если вы находитесь в России, а ваша сестра болеет в США, то при условии, что ее голос хранится в телефоне, вы можете лечить ее в России Как это возможно? Посмотрите видео В концепции пространства-времени частицы постоянно колеблются, и эти находящиеся в постоянном движении частицы образуют энергетическую систему Все объекты состоят из постоянно движущихся частиц, включая струну, которая состоит из струнных частиц Если объект движется, его частицы сталкиваются с частицами энергетической системы, образуя бесконечные электромагнитные волны Это и есть пространство-время, в котором мы живем При разделении частиц объекта они снова запутываются Встряска объекта А1 усиливается внешними факторами, при этом объект А2 встряхивается соответственно Продолжение следует... Независимо от того, насколько велико расстояние, частицы запутываются и встряхиваются, даже если А1 находится в России, а А2 в США Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда МЦПО использует теорию запутанности частиц Происходит цепная реакция Ускоренное перемещение электромагнитных волн генерирует сильное воздействие, образуя большее электрическое поле и тем самым обеспечивая большую энергию Независимо от формы и направления движения, поле пространства-времени является полным, непрерывным, нерасщепляемым Частицы пространства-времени существуют вечно, благодаря своей запутанности Частицы настоящего представляют собой запутанность частиц прошлого и будущего Частицы будущего представляют собой запутанность частиц настоящего и прошлого Голос и фотографии могут использоваться вечно. Продолжение следует...